Я часто летаю, и я вижу, что в самолёте вот эгоизм максимально проявляется вообще. Самые большие эгоисты, вот как по мне, это люди с ручной кладью, которые, знаете, с чемоданами, которым говорят, только маленькие чемоданы. Да, конечно, возьмём из маленьких чемоданов самый огромный, который был, ещё напихивает туда. Впереди тебя всегда, всегда такой эгоист. Есть человек, который на кресле откидывается так быстро и резко, как будто хочет себя столиком перерубить, вот так вот этим, просто гильотина, вот так вот, на! Ты на руках, перед вами Павел Половинкин, здравствуйте! Ужас, конечно! Да, да, в каждом самолёте. Ладно, спереди, сзади не лучше вот этот, который в туалет встаёт и твоё кресло оттягивает. Нет, 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 всё проходит. И ты думаешь, я Angry Birds. Всё, сейчас полетим как раз в ту свинью, которая меня перерубить хотела. Эгоист в самолёте, это человек, который пришёл и занял оба подлокотника. Сидит он, сука. Да это даже вопрос не к людям, это вопрос к конструкторам самолётов. Вы чё делаете? Локтей шесть, подлокотника четыре. Чё вы нас ссорите сразу, а? Мы как делить их должны? Все сидят весь полёт, потом добиваются своего места. Они ещё тоненькие, сука, такие. И весь полёт, вспомните, идёт охотом на подлокотники. Но она такая неявная, ты такой, Робин Гуд в засаде. Ждёшь. И в какой-то момент ты смотришь, открывает окно. Окей. Смотри на пейзаджи, долбанат. Думаешь, сейчас второй. Второй. Можно мне сок? Можно. Можно. И ты сидишь дальше, и стюардесса проходит. Есть будете? Кидай прямо в рот. Все вернулись с отпусков, явно там сталкивались с эгоистами. Знаете, эти, которые везде занимают козырные места себе. Видели? Которые в отеле на завтрак приходят и думают, какую вещь мне за столом оставить, чтобы было понятно, что это моё, но если стырят, не жалко. Что бы мне так было? У меня очки и ребёнок. И потом смотришь, он сосиски набирает в очках. Все видели этих занимателей на пляже? Ты идёшь по пляжу, а там вот это вот, посмотрите. Всё занято. Ноль людей, ажиотаж сумасшедший вообще. Слушайте, ладно, всё занято. Скажите, где эти люди на песчаном пляже нашли камни? А я вам скажу, где они их привезли. В маленьких чемоданчиках с собой. Реально всем наплевать на всех. Всем. Люди, курящие электронку. Мне кажется, люди, которые курят Айкос, считают себя избранными какими-то. Курить можно? Нельзя. А Айкос? Как будто какое-то заклинание это. Курить нельзя. А Айкос? Айкос, кури в рот мне. Даже когда людям запрещают её курить в помещении, они всё равно сидят и целуют подмышку свою. Типа не видно, подмышка сосывает. Все о себе только думают. В магазинах эти вот твари, которые походили полчаса, понакидали себе всё в корзину и передумали брать креветки, оставлю в конфетах. И пошёл. Правильно, тут же рачки будут и креветочки. Поэтому у нас в магазинах банановая сёмга валяется, говяжий мармелад, крабовые кукурузные палочки. Мне кажется, утку с яблоками в жопе так придумали. Просто кто-то шёл мимо мясного, подумал, да в жопу яблоки и попал. Смотри, я рассказываю про эгоизм, она попёрлась куда-то. Смотри. А, Оля, про эгоизм. А это не про меня. Я пошла. Я знаю, куда она пошла. Знаете, куда она пошла? Она сейчас там лежак камнем займёт и назад сюда вернётся. Много видов эгоизма есть, но самое главное, это связанное с автомобилями всегда. Во дворах эгоисты делятся на два типа. Два типа всего есть. Итак, внимание, это барьерные и цепные. Есть короли у шлёпков, это барьерно-цепные. Чем только не занимать парковочные места, да, конусами, пятилитровками пустыми, снеговиками. Кто-то занимает жёнами, жёнами. Вот эти, которые, Нина, я выезжаю из Норильска, выходи, давай, вставай. И ты потом едешь по двору, и стоит кукушка в пуховике и в тапках. Ждёт его. Всем на всех наплевать. Посмотрите вот на эту фотографию. Никто не попал. Сборная России приехала на тренировку. Все промазали. В общем, ребята, не будьте эгоистами. Уважайте друг друга. Любите друг друга. В общем, я долго мусолить не буду. Там Ляся на парковке, в швагате два места сторожит. Всё, всем хорошего вечера. До свидания. Лига городов здесь точно будет смешно. Погнали. Мы набирали самых ярких, самых амбициозных и самых талантливых. Я на ТНТ. Условия нашего шоу просты. Покорить наставников. У меня глаза разбегаются. У них тоже. Попасть к ним в команду. Если я просто удивился уже чему-то на этой сцене, у этих людей точно есть шанс. Обыграть другие коллективы и получить 10 миллионов рублей. Что делать будем, когда такой бандой выиграем? Я дело свое открою. Без нас? Твою мать, Шахрус! Какой без нас? Бизнес! Выживет! Смешнейший! Я побывал в Большом театре, Среднем театре, Малом театре. Амхат? Амхат, сила! Лига городов. 17 сентября. В 9 вечера. Премьера на ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok